хочешь тебе щи хочешь борщ хочешь пиццу а хочешь шашлык сегодня у нас в гостях очень классная крутая обаятельная и просто неповторимая девушка по имени евгения черноярова встречаете у меня наверно там лицо было крупным планом как их ничего не принесла как ты доехала на такси на такси на такси ты что богачка на такси позволяешь себе ездить цены тут растут на такси я тут еле на трамвай на скребаю хорошо живут на самом а у тебя машина нету да нет я не вожу я доверяю профессионалов но ты же девушка да вот это вот вся такая нежная принцесска слушай ты бывала хоть раз на таком интервью формате нет конечно ты первый раз у тебя сегодня первый раз да ну все бывает первый раз давай тебе немного расскажу про наше шоу наш проект называется не надо ля-ля да ты наверное уже поняла по этой классной красивой я только хотела придумывай придуманной неоновой вывеской я вижу ты вообще в креативе да это все вот этими вот ручками сделано слушай смотри а в общем мы сейчас с тобой пройдем небольшой блиц опорос да потом я тебе позадаю вопросики и после мы с тобой сыграем в одну игру где мы что-то для наших подписчиков разыграем давай начнем с блиц опроса давай смотри это такой опросик я тебе буду задавать оттупить можно можно пожалуйста нужно ты же блондинка это нормально ты можешь отвечать на них только да нет либо было не было боже мой да понятно о да мне нравится итак ну что ты готова нет смотри а я тебе сразу скажу потому что ты на мои вопросы которые эти отправил да вчера вечером ты на них не ответила только сегодня за 30 минут до эфира соответственно вопросы я составил такими которые считаю нужными сам готова 3 2 1 поехали ходила на свидание с небритыми ногами встречалась с парнем младше тебя возрастом до а воровала в магазине нет а пукала в общественном транспорте а потом возмущалась больше всех понятно отдавала блюда из некачественных продуктов нет вытаскивала катышки из пупка употребляла запрещенные вещества нет создавала фейковый аккаунт чтобы следить за парнем нет пробовала корм для домашних животных и ела я еще такая так интересно кто сейчас как как же это так интересно кто блин определяет что собачий корм стал еще вкуснее понятно подки спустя 15 минут дженни так у лачилика вместо попкорна вискос закидывает просто вискос мы должны должны нам деньги за рекламу и так дальше врала на работе да чё врала не помню ну да говорила в магазине что вещь тебе не нравится или не подходит а на самом деле просто не хватало денег на нее не вечно хорошая какая-то такого не было окей надевала колготки на голову представляю что ты грабитель полюбас врешься засмеялась а садилась на шпагат в нетрезвом состоянии не умею на шпагат нет ну пыталась там обычно просто бывают эти которые там чуть-чуть под шафы и сразу них шпагат колесо вот это вот начинается нет ругалась в магазинах из-за несоответствия цен да да вот и понятно какая отправила кому-либо свои интимные фотографии нет нет не было а тебе оба зная я просто думаю что ты кстати скажу тебе сразу у нас программ называется не надо ля-ля да я уже говорил об этом мы здесь не врем да то есть мы говорим все откровенно честно если ты начнешь мне врать мы сразу это заподрозрием и я выведу тебя на чистую воду есть женечка ты у нас не просто повар ты владелец целой студии под названием дома как ресторане да я просто все время путаю то готовим дома все дома пока все дома ресторан дома главное чтобы дома все были главное чтобы дома все были верно скажи пожалуйста как ты к этому пришла вообще идея у меня зародилась очень давно у меня когда кирилл пришел в новую школу да это парень потому что ты же говорил что ты встречалась с младшим возрастом парнями мало ли да кирюха когда пришел в школу и нужно было как то не знаю обратить внимание может быть одноклассников его мне захотелось детям провести мастер-класс и все я поняла что это вообще тема моя я пришла ты помнишь что мы говорим честно ты наверное не хотел обратить внимание одноклассников хотела срубить бабла просто детям и бабла в том числе я пришла когда в класс я пришла в белом пришла такая интересная как технолог и я как раз таки работала тогда в кондитерском цехе после этого все одноклассники кирюхинского у тебя такая мама крутая а я просто пришла с пирожными мы разложились и сами собирали в общем проводили мы проводила мастер-класс в классе в кирюхе вот с этого на все началось еще вопросы есть или я сейчас я но просто обычно рассказывают подробно свой путь от того как ты стал владельцем какой-то кулинарной студии а тут ты мне рассказал про кирюхин мастер-класс как ты срубила денег и накормила детей пирожными и все не ну а дальше что ты ты такая мастер-класс такая все буду студию свою открывать я повариха да на самом деле честно я просто всю жизнь свою работу на чужие цели то есть 12 лет я работаю как руководитель естественно я знаю всю кухню внутри и как технолог и технолог кондитерского цеха так как в кафе и я подумала что хватит уже нужно делать что-то свое что ты любишь сам а я люблю передавать знания все я поняла что есть потребность у детей в первую очередь не просто их развлечь а приучить и дать им культуру например девчонкам культуру накрывание столов а там не знаю что-то стряпать что-то печь что-то делать там для близких то есть ты девочек мальчишки у нас кстати сейчас обучаются на курсе мы им прививаем именно любовь к кухне и к самостоятельности то есть а у тебя сейчас есть курсы да конечно просто я думал что ты у тебя только вот как разовая типа готовка пришли там приготовили что-то и ушли нет а ты прям запустила именно курс для курс у нас уже четвертый месяц идет я являюсь экспертом world skills знаешь такую ворл скиллс ну вообще вообще получается я дружу до сих пор еще в лице в котором которыми я выучилась и там являюсь экспертом то есть там же работа с детьми и меня приглашали мастером работать там в этом лице сколько уже лет твоя студия работает сколько лет или 17 августа прошлого года я ее открыла 2021 года и ты попала по моему в пандемию нет ну не я уже был мы уже были все в пандемии то есть она же двадцатого года я открылась сейчас что 22 уже два года что ли прошло отчего до пандемии два года ну и как у твоей студии идут успехи ну то есть поначалу было тяжело открываться ведь ты же открывалась я еще знаю что у тебя студия на восточном почему на восточном на самом деле смотри я я так разумная и я рассчитала то есть авиазавод очень много людей я поняла какие там люди что есть у них стабильные деньги но то есть у них есть реально деньги есть стабильный график то есть и я решила сейчас когда посмотрите интервью у нас на восточном начнут открываться появится лэшмейкеры бьюти мастера бровисты шугаристы на самом деле в на восточном есть все бутики всякие откроются туда реально там есть все там не надо ездить видите люди с восточного в центр города не поедут у них есть там работа есть все кружки которые нужны и для детей для взрослых вот я еще открыла кулинарную студию они там что меня ждут прям реально ведь думала очередь нет меня там ждут но очереди пока нет пока очереди нет слушай вообще по пусть получается восточный так как реально как отдельный город да вообще микрорайон свой да там даже менталитет немножко закрывает очень сильно спасибо там получается микрорайон свой и люди там тоже с таким интересным менталитетом ну с каким наш поселок у нас все есть нам не надо ехать в город мы клевые и все такое все классные крутые да ну и как ты открыла свою студию долго выбирала помещения нет вообще на самом деле я открыла вообще на лайте я даже деньги нашла очень легко как то есть мне папа дал мне частично у меня хотя бы как бы нормально сколько ушло денег на открытие студии но вообще 400 изначально но я уже туда вложила еще чем больше тысяч ну так потому что у тебя там оборудование конечно печки не печки и так далее конечно конечно ну я открыла ее легко и вообще запустила ее ярко классно красочной и так далее так далее но сейчас то есть хоть какая-то стабильность или опять нет нет все вот так вот конечно все так то есть я начинал вообще с идеи какой и до сих пор хочу сделать шоу обязательно какое-то шоу нужно делать слушай давай если ты делаешь шоу да ты будешь меня пожалуйста я с тобой его хочу сделать вообще все классно идея очень много единственная отклика я просто сейчас все пробую то есть мне говорят же а вот это можно сделать можно акути формата я говорю какой хотите любой абсолютно то есть а можно на мастер-класс провести например у нас на территории да пожалуйста то есть я как бы я за все и это движение это движение дает мне кажется в основном люди идут на тебя как на человека очень такая энергичная жизнерадостная позитивная но то есть если ты смотришь stories других людей которые там простите меня за пикать и ноют ноют да можно сделать так но и да а вот то у тебя всегда такой живой классный какой-то позитив прям прет себя тебя хочется смотреть я смотрю все твои stories это честно да да я свяжу за своими мастер-классами особенно когда ты привозишь каких-то крутых поваров ну там я не знаю на самом деле крутые они или нет как бы да ну ребята любят я считаю почему потому что они любят свое дело вот прям любят они отдаются полностью я я очень их люблю за то что вот когда я договариваюсь это очень легко происходит они даже не спрашивают сколько сколько они полу как бы сколько им я должен денег заплатить то есть нет такого вообще и прям реально ну я кайфую и достойно плачу у тебя день рождения к примеру когда 3 марта уже было ты чего не позвонил зачем я бы тебя поздравил люди звонят тебя поздравляют а то ты такой звонишься говоришь алё у меня сегодня поздравляй меня нормально нет на самом деле у меня короче плохая память на имена и на даты а меня как зовут спасибо большое короче вот день рождения у тебя ну обычное дело сходить в рейстик погулять потанцевать потусить обычное дело а здесь необычно не охота тебе уже например это чё вырезает не охота тебе просто просто пить просто танцевать уже надоело приходишь культурно проводишь время то есть я могу пригласить сомелье если ты любишь сыры я могу пригласить сырного сомелье могу пригласить любой вообще организовать абсолютно любой праздник для тебя что интересно тебе самое главное интерес чтобы интересно было тебе и твоим гостям все вместе это вы сплачиваетесь вы разговариваете потом у вас эмоции появляются другие дороги открываются даты получается уже не повар ты уже организатор вечеринок вообще мне нравится все организовывать и я на самом деле вот я говорю 12 лет я же руковожу им не нравится именно эта движуха договариваться со всеми совмещать это все видеть горящие глаза когда люди говорят а можно вот так да можно то есть мне вообще нравится эта идея еще идея мне нравится воскресного утра у нас есть воскресное утро для девочек а спикер кто у тебя тоже девушки а почему ты не зовешь мужиков на спикерство блин девочкам надо с девочками разговаривать то есть понимаешь можно пригласить мужчину можно смотря какая тема ну да да смотря какая тема видишь наши на у нас же ввишь миллион идей миллион тем и миллион болей я хочу закрыть эти боли я хочу девчонкам дать вот почему воскресенье потому что понедельник чтобы у них было другое понимание хотя бы если один процент ну результата будет от воскресного утра я буду лично счастлива нравится мне нравится дарите радость дарите счастье дарить развитие сама на пути развития и мне клево от этого сейчас я думаю сейчас продолжишь давай с тобой откроем чакры посмотрим во вселенную запрос и пускай у нас все будет хорошо смотришь передачу на ножах с шефом имена как ты относишься к этому формату так ли вот тебе нравится вообще сама шеф-повар шеф и влив ну да его подачи вот это вот он немножко жесткий для меня ну то есть я такая девочка такая мне не хочется там никого ругать никого пинать никого ничего ну как бы он мужчина но он клёвый шоу шоумен мне нравится и мне нравится то что на самом деле не такой потому что я его лично не знаю я его знаю лично я вы лично не знаю но мне посчастливилось мы получается в одной большой большой структуре в профориентации детей оказавшихся сложной жизненной ситуации я являюсь руководителем этого города ну то есть вот именно этого направления и получается что вот ну как бы я знаю другую сторону его поэтому совершенно другой стороны то есть все что он показывает на камеру это лишь игра да ну я имею виду конечно это же шоу просто я вот смотрю я люблю смотреть его я люблю смотреть его передачи да и мне вот хочется как у тебя как у повара понять и спросить я просто готовился же смотри любое вот это на ножах которые есть ага вот это вот так вот это вот показывает то что по телевизору то я тоже хотела сказать ага любой ресторан который он переделывал вот этот за 300 тысяч рублей я промониторил все рестораны лишь из 10 один остался работать дальше в этом же режиме ну то есть как он переделал остальные либо сменили обратно концепцию либо просто закрывались и так далее какой вопрос ты хочешь задать почему так происходит потому что людей то он не поменял я считаю все таки команда в первую очередь он такой классный крутой повар он все так показывает а все суперски там люди прям а вау тын-тын-тын типа вдохновляется я почему хотел задать я что-то заикаюсь господи это смущает что мне выйти нет почему так происходит у тебя как у повара я хочу спросить повар спрашивает повара в первую очередь я наверно те как руководитель отвечу почему потому что в первую очередь когда меняется концепция я я считаю что то я просто когда захожу например на новое в новое место я в основном основной костяк который может не так работать я его стараюсь двигать и набирать тех людей которые будут относиться с любовью все сама все через любовь реально вот если я если мне нравится я делаю хочу тебе сегодня постряпать например вообще то что я никогда не делал ну хочу я сделаю классно это понимаешь ты еще не сделала это я то есть ты не хочешь меня постряпать что-то класс я очень хочу я забыла что 3 марта день рождения понятно все я приеду сделать обязательно я напомнил все вот и поэтому поэтому я считаю что возможно что это ломается ломается и происходит также люди же понимаешь ты живешь 20 лет ну ты пять лет работаешь в одной и той же системе в одном и том же режиме и тут приехал на неделю неважно кто самый крутой не крутой и начал все менять поменял уже был только неделю это же нужно поддерживать это нужно контролировать это нужно добавлять это нужно работать постоянно по той системе которая была всего неделю а ты уже работаешь в этой системе 10 лет тогда зачем все это шоу но она очень крутое она же помогает развитию развитию не только вот этих ресторанов развитие вообще смотри бывали у тебя какие-то ситуации прямо которые тебя выбивали из колеи ты думала все я больше никогда не буду заниматься самым делом все пошло на все я пойду работать на другую работу все классный вопрос задал был такой смешной случай все мне надоело короче общепит мне надоел потому что какой был это кот девятнадцатый походу не важно короче общепит надоел я тогда работала технологом в двух предприятиях это ты бегала да я была приходящим на одной приходящим другом на другом производстве а везде были одинаковые блюда нет не блюдо я вообще в кондитерке работала то есть у меня был опыт кондитерки пирожники и так далее очень клевый опыт но я тогда устала все я набегалась все же и решила все мне все надоело не надо что-то менять и я пошла не поверишь куда визовый центр визовый центр и что там дело я была визовым экспертом и помню как чего оформляется но я там отработала полгода очень классный тоже опыт и я поняла что вот это сиденье офисе это точно не мое и все и дальше после этого тебе хватило полгода для того чтобы восстановиться до сменить обстановку вернуться обратно в колею да 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 это как бы и пошло поехал дальше не хватило этого потом я пошла в ресторан потому что у меня был пробел именно в ресторанном и вот вообще благодарю свой путь благодарю людей которые рядом всегда и в итоге сколько ты от того что ты начала с мастер-класса у своего сына в школе до открытия своей студии сколько у тебя это длилось времени господи ну давайте с посетами даже не знаю какой-то был год но давайте 14 нет на 15 пусть будет код 15 ты сделала мастер-класс и я по нет ну смотри я осознанно потом для девочек проводила мастер-классы в девятнадцатом и начало двадцатого года и в итоге мы считаем но ну пять лет ну пусть будет пять лет пять лет ты шла к этому да да слушай просто по идее по идее ну и расскажи мне пожалуйста ситуацию которая была самая-самая грустная в течение вот этих пяти твоих лет мне кажется мне все было ржачное потому что ты не поверишь как я ездила на каждый мастер-класс то всегда была новая площадка давай тогда не грустно саму ржачную вот прям вообще прям поржай здесь блин ну я даже не сейчас не скажу блин я не знаю даже у меня сказал да короче мы тут вообще короче нажрались я отдыхала давай короче печь шашлык короче да там я не знаю потом драться шампурами там я в глаз вытащила подумала что это шашлык короче капнула закусила короче а это глаз он потерял свой глаз я выплюнул ему обратно встали ну понимаешь что это ржать прям как с языка снял ты просто постеснялась рассказывай да да ну я прикинь ездила на каждый мастер-класс у меня была такая гора я вызывала большую машину то есть в инвентарь там то-то то то есть это был так такой опыт и я посчитала что мне нужна студия неважно что это будет на восточном у меня была гора инвентарь собой холодильник миксер посудомоечная машина дорогой и там камаз такой пик 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 до задней стороны я поехала на мастер-класс самое главное верить верить именно в себя вот просто верить свою идею и идти за тем что тебе нравится то есть интересно тебе вот этим заниматься вот тебе интересно же заниматься тем что ты занимаешься конечно все клево видишь клево получается клево получается круто да поэтому вот когда ты через любовь идешь тогда все классно получается ну что женичка ну у нас с тобой началась супер игра сейчас в общем вот так ты знаешь что это вообще такое нет ну я подозреваю но это уже всем мне надо угадать да тебе действительно все просто нужно будет угадать что в стаканчиках с той стороны да ну и пока туда не смотри вот в общем делаем так давай если ты хотя бы угадываешь 8 из 10 значит ты выиграла если ты не угадываешь 8 из 10 да то выиграл я если выигрываю я значит нашим подписчикам мы подарим сертификат на твой мастер-класс который будет да ну то есть там на готовку на какую-то либо что-то такое да там сама скажу что конкретно если выиграешь ты что я подарю подписчикам давай решим боже так что-то или я сам решу сейчас давай я подарю пиццу от меня же в общем я подарю подписчику пиццу да ну потом подарим мы не просто какому-то там подписчику а естественно которая стать самый классный комментарий да там похвалит нас тебя меня еще раз меня еще раз в общем ну что ты готова нет там если что стоит ведерко не стесняйся пробуй соевый соус давай посмотрим соленый так это или нет да действительно это соевый соус а есть вода я предупрежу сразу что где-то может быть смесь какая-то двух напитков компонентов я не понимаю просто после соевого соуса что здесь это правда какая-то смесь соленая сладкая здесь смесь колы и еще что-то соленого и ответ твой смесь какой конкретно давай ты же повар ты же вообще рецепторы должны быть как вкусовые сосочки это работать должны да 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 конечно все пусть будет кола пусть будет кола все давай и в итоге ответ кола просто кола пусть будет кола просто кола итак давайте посмотрим и это был соевый соус и кока-кола вот я думаю что такое почти близко ты была до но ты не угадала ну и ладно минус 1 мы сосочки какие из все рецепторные сосочки это лимонный сок который бутылочки походу так давай проверим так это или нет действительно это лимонный сок молоко уверена попробуй хорошо после лимона так это вот это прям клёвая смесь концентрированное молоко концентрированное молоко давай проверим так это или нет правильно это молоко и так ну что класс я думаю что дальше будет страшнее да ну я же не совсем такой жесткий типок то а мне фантазия работаю я не могу доверять твоим словам как горячо-то кофе давай проверим так это или нет верно это кофе слушай минус один да да ты проигрываешь пока да я больше не буду подсказывать если честно ты чё подсказывал мне это походу смесь воды горячей сока вода и сок уверена мультик а я же тебе говорил что это твой окончательный ответ вода и сок и так проверяем и это не вода и сок это была меринда и чай уже минус два и шаг кто-то пойдет на мастер-класс давайте давайте слава богу дни не противное что-то такое это чай ты уверена ладно это я получил от тебя ответ слушай давай посмотрим да действительно это чай класс класс ты уже два раза ошиблась у нас если ты сейчас ошибаешься у тебя осталось как раз таки три три да гадость это было похоже на куриную потому что это куриный бульон очень соленый из этого похода из как его и острый все-то типа доширака не ну короче вот это итак проверяем я твой твой ответ засчитал чё это нет чё такое это говяжий бульон детка а не куриный бульон же куриный как бы две разные ты чё думаешь кто-то проиграл ну давай просто интересно ради интереса две еще отгадаешь позиции нет слушай ты с каждым разом как-то покачиваешься и покачиваешься ты там поглядишь ты не упадешь сейчас отойди от тебя дошираком поглядишь я сама доширак не люблю давай а по-моему остались самые приятные ну слава богу приятные чё ты такое ты кстати сейчас скажу тебе это типа меринды какой-нибудь у тебя вообще все рецепторы уже видимо вообще вообще вот после вот этой здесь еще вы видите как она делась тебя чё от бульонов шатало да я тебя обниму пожалуйста ты молодец справился с этим испытанием и один из подписчиков заслужил сертификат от тебя итак сертификат на сумму 2000 рублей достанется одному из вас поэтому пишите комментарии ставьте лайки делайте репосты в общем отмечайте нас с Женькой и возможно вы станете одним счастливчиком кто посетит мастер-класс от Женечки Женечка ну давайте попрощаемся с нашими подписчиками мы говорим вам до свидания до скорых встреч и пока-пока поблагодарю тебя